Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, я вот это разговариваю с человеком сегодня, ну вы его знаете, я его не буду в принципе называть Человек вызывает сегодня людей к изменению себя и к построению нового порядка на земле Но он предлагает опомниться людям, потому что на мир идет погуба такая, гибель всего человечества И он предлагает людям познать Господа Вот я вот так с ним побеседовал Ну он как бы видит людей, которые обращаются к нему И я не знаю, насколько он видит, что люди совершенно не знают Господа То есть он призовет за собой, можно сказать, мертвецов таких вот, знаете Вот я хотел как раз спросить В откровении Иоанн говорит о горячих, холодных и теплохладных О, если бы ты был холоден или горячим, так как ты тепл Да вот, теплыми, вот как вы думаете Теплохладные люди Что они из себя представляют вообще? Что значит быть теплохладным? Основная масса прихожан Я Бога знаю, прихожу, и я неплохой А Христа не хотят пустить в свою жизнь Я не такой, как все Апостол Павел говорит, что нет Самые несчастные люди, которые надеются на Христа в этой жизни Только в этой жизни Это самое несчастное, теплохладное Они у всех по-хорошему Батюшка благослови Батюшка его уважает Он нигде не возникнет, не скажет Ему хоть трын трава Господь говорит, славу друг от друга принимаете От единого Бога не ищите Это разные вещи Я хороший, хороший Вот смотри Я не пью Не курю на отрицании плохого Я не блужу Я не, 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 не делаю А на этом состоит десятисловие, все Но сегодня этого недостаточно Сегодня на первое место выходит любовь Горячность Вот горящность теперь Во мне загорелся огонь Господь говорит, как я томлюсь, когда это совершится Я хотел бы свести огонь Пятидесятниц это не было А они, Господь говорит о Духе Святом Они в это время, Господи, помоги разделить имение Имение Это все мирское И они Господа нашли, Он будет делить им Как судебный какой-то приступ или кто И Господь говорил, сидите То есть основатель монастыря сам Христос Но только на десять дней Сидите, не выходите До колени обрещетесь силою Вот эти десять дней Это законный монастырь был Они никуда из Иерусалима не выходили В комнате сидели, молились И сошел Дух Святой Теперь Как только Дух Святой сошел Монастыри лопнули Полетели по всему миру птенцы Пошли Огонь любви зажег И хотел Иеремия, говорит, тебя удержать огонь Но внутри меня в костях моих был разлит Я не мог, он прорывал Вот это горячий А это чего? Что он для меня сделал, Господь? Какая моя жизнь была? Да где бы я был-то Вот если этого Евангелия-то не попала Да я бы со Христом-то не познакомился Да лучше бы мне не родиться Я как вспомню, где я был Я один сижу и вот так головой кручу Боже мой Просто невозможно Смерть вонючая И он дал смысл Я принял тебя А я был холодный Как холодный? А страхом двигался Страх это Это тартар Вот если бы даже такой ты был И то бы это лучше было Я не делал, что другие делают Меня Бог спас от того, от другого, от третьего Почему? Мука вечная Я не думал, как Осипов Что она короткая и бесконечная Может быть она и так и будет Но Писание говорит, что вечная Я огнем горел внутри Замырало все во мне Зачем я родился? Я знаю, что я погиб Я никогда, никогда не попаду в рай Я даже на секунду не допускал, что я спасусь Я грешник Я грешник Совесть моя Меня совесть не обманывала никогда в этом деле Я пропащий человек И вдруг Он умер за меня, Христос Да почему же мне никто-то не сказал? Что он мои грехи взял Мои Будто бы он сделал то, что я сделал Раз за мои грехи, значит, это и Он смывает Вот это означает А тепло-хладный Он что-то знает, приходит Ничего не нарушает Свечку поставил Причастился, вышел Он нигде не возгорится Он в атаку не бросится Он из окопа не вылезет Он на руках своих через болото Раненого не понесет И вот тепло-хладным И сегодня заполнено все Везде Я все делаю Я исповедую людей Ну, я что-нибудь еще надо То есть, а он не понимает Даже обстановки этой Вот На патриарха стали нападать И он туда же Вот теперь Он услышал Он не один Теперь он будет туда Бить Ну, причащает батюшка Ну, и что? Что тебе надо? То есть, они Эти не просто такие безобидные Они коварные эти люди Они вот в этом анабиозе Они нашли свою ячейку И они не разрешат Бьют Они не разрешают Вот сегодня я выставляю Посмотри Вчера я выставил Посмотришь там ролик Вчера Как у нас на исповеди приходят Ну, сравни с тем, что в храмах-то Как вычитывают все каноны Покаянные, Богородичные Это нужно, это вычитывать Каждый день причащаются Каждый день у Кощиткова причащаются Я вот всегда удивляюсь И почему они не удерживаются на том, что Бог дал Вот обязательно что-то Читай, правда или нет у него Что он, Кощитков, якобы Ну, переделывает там все в Библии-то Что Ева не из ребра взят А он с каким-то приматом совокупился И от этого получилась Ева Невероятная бредня какая-то И не только это А там что-то другое еще И какие-то добавки Зачем? Зачем? Вот я смотрю Зоя Крахмальникова Это пророчица Девора Ушла из патриархии В Богородичный центр Зоя Крахмальникова Это же героиня настоящая Я как увидел, так и ахнул Глеб Якунин Куда пошел? К Филарету, Денисенко Ну ладно, тебя отлучили Там Анапима Но это еще не небо Надо было покориться А что он должен был? Покориться Тем более ты говоришь Что я священником стал Говорит, по недоразумению Ну и работал бы простым Нет А дальше уже пошло Автокефальную Православную Давай образовывать Да не он один Это и Павел Флоринский И Булгаков Когда много дано им Или то ли много дано То ли на себя так мыслят Почему от канона Потреклись Не надо эпитемии никакой Никакого порядка Вот у Георгия Кочеткова Говорит, там посылали людей Узнать У него как бровного движения Все время во храме Там вот начинают Все друг друга целовать Во время службы Ну там это Агапа Зачем? У нас шаг нельзя перешагнуть Это порядок Это строгость Это чинность Василий Великий говорит Все правила должны Максимально исполняться Никто не дал нарушать Это не дал правила Не надо Это все устаревшее Такие умные люди Я никак не могу это понять Зачем? И поэтому Легче всего Взять и стрелу туда метнуть Не показывая руки Как масонский лозунг Горящие холодные Горящие их видно А холодные они Упертые Как старые бряцы Они Они верят И все Но только из-за страха Икона Ярое око В моем сознании Христос Это любовь Везде Любовь строгая Взыскивающая Но это Любовь О чем Игнатий Бричанинов и говорит Ну вот Вы говорите Холодных Как видно Горячих Холодных Видно Это чтобы понимать То есть Холодные Горячие Это люди Верующие А не верующих Вообще речи нет Да Тут вообще нету А не верующих Какой разговор Нету ничего Холодный Страхом движется Холодный То есть Он заморожен В этом положении Это как старобрядцы Они очень крепко верят Они никуда Все держат Но О любви Божьей Даже не говори Они даже не слышат На благовестие Ни один не пошел За 300 лет Ни один А зачем Лежало до нас Стоит тысячу лет Пусть дальше лежит А горячей любовью Он не может Он Скорее пойти Кому сказать Где в узах Посмотри как Павел где В узах проповедует Его ноги заколотили В колодку Это он уже Был во внутренней Даже это страшнику Наказа не было Это он превозмог Сам себя Дальше затолкал его И вдруг Темница развернулась Стражник Стефан Крестится Любовь Вот он на корабле Вот он сходит Змея повисла И вдруг Там начинается Какое движение у него А так бы он зажался Холодный Лишь бы только Меня не давили До виселица А ему нужды нету Желаю разрешить Быть со Христом Что не сравненно лучше Вот А тепло-хладные Они Ни рыба Ни мясо Вот так говорится Ни свечка Ни кочерга Они только в этой жизни Тепло-хладные верующие Тепло-хладные Они верующие Верующие Это верующие Я говорю Ни кочерга Ни свечка Они нигде не против Не скажут ничего У них и страха Никакого нет Живут так Втихаря Грешат Живут А ни любви нету Ни страха нету Тепло-хладные Они между ними Посередки Он даже не понимает Что это Нельзя делать Он лишен Этой благодати Духа Святого Вот Холодный Это хорошо Первоначальная ступень Из старообрядцев Получаются Такие люди Как апостол Это старовер был Он горел огнем За свое Он твердо Держал Каждое А потом понял Что Можно это нарушить Суббота Это Указывало На другое Обрезание Указывало На крещение Он буквально Держался За это Ну вот Критерии А верующего Человека Да Вот люди Я думаю Задаются Вопросом Такой А верующий Я Да Что может стать Критерием Верующего Человека У нас был Такой один Подходит Ко мне Я не знаю Я верующий Или нет Ну Год Два-три Проходит Он нигде Против Ничего Не говорит А вот Такой Допустили Его до Крещения Приехал К нему Отец Подполковник Милиции Такие Пакости Стали делать Такие Жалобы Стращить Ему Инсульт Сунулся А этот Ушел В американскую Секту Какую-то Новую жизнь Там Эвенезер Вот Это Это Очень Опасно Я Должен Знать Павел Говорит Знаю В кого Я Верю Знать Надо Мне Готовится Венец Правды Который Бог Даст Каждому Он Говорит Не мне Только Но и Другим Я Желаю Разрешиться От Этого Тела Я Не Желаю Эту Харамину Носить Это Не сравненно Лучше Но Для Вас Выгоднее Пока Я На Земле Пока Помогаю Вам На Вопрос Ответить Вот Такое Дело Горящий Он Любовью Сказать Ты что Думаешь Христос Рядом Да Надо Уверовать Давай Молиться Сейчас Ты Евангелие Не считаешь Бери Считай Старовер Этого Не скажет Он Холодный Замер Он Может Так Сказать Ты Еретик Переходи К нам А Теплохладный Он Открытый Хороший Добрый Такой Он Добрый Везде Ну Прямо Всех Люблю Никого Не Осуждаю Без Пробела Одним Словом Пишется Вот Такой Вопрос Значит По Поводу Тайны Беззакония Тайны Беззакония В действии Говорил Господь Да Только не Совершится До тех пор Пока Не будет Взято От среды Удерживающий Вот Удерживающий Да Удерживающий Дух Святой Если Будет Забран Дух Святой От среды Вот А мы знаем Что До конца Времен Останутся Те люди Которые Не увидят Смерти Но Перейдут Из вечной Жизни Из этой Жизни В вечную Да То Кем Они будут Управляемы Когда будет Забран Дух Святой Забран От среды От мирского Где сегодня Господь Трудится Везде Начальников Трогает Это кончится Дверь Откроется Язычникам От среды Взято От среды Главное Это слово Вот где От среды От общей Среды Земного Шара Люди Будут не верить Потому что В это время Уже Печати Начнутся И поэтому Им не дано Язвы На них И они будут Хулить Бога Дух Святой Их не трогает Не будет Мучить Даже я помню Я смотрел В интернете Владимир Владимирович Путин Был В Бутово И ходят А там Эти стенды Сколько Расстреляно И он повторяет Чудовищно Да что же Это такое Как будто Он сам переживает Видно что У него Дух Божий Трудится над ним Чудовищно Да что же это такое Вот какое дело А тогда не будет Трогать Он будет Покинут Ленина совесть Не мучила Нисколько Но это Это понятно Если Дух то будет Забран То Как святые люди Святые то будут До конца времен С ними то кто будет Пребывать С ними Дух Святой Пребывать От среды От среды Всего народа Населения Земли Дух будет взят Потому что Те люди приняли Пищать Там все остальное Отверглись Они уже с сатаною От среды И тогда никто Не пойдет Никуда проповедовать Потому что только узнали Сразу его И они не могут Обратиться И люди будут ходить От моря до моря Искать И не найдут Не найдут Так а будет Мертвое будет Все Возьмут Библию Почитать Что-то слова То есть Дух Святой Не будет разъяснять Вот смысл Такой От среды От среды Мира сего Я понял Вот Игнатич Я не знаю Как бы задавать Не задавать Вам такой вопрос Такие вопросы Не любите Но все равно Я попробую Вопрос такой Духовный Да В духе Вот как вы Понимаете Вот сегодня Путин Является ли Путин Сегодня Таким Удерживающим Ничего Он не удерживает Он наоборот Может разжигает Никак Да Вот допустим На северном Кавказе Рамзан Кадыров Да удержит В этом смысле Путин пока сдерживает Не удерживает А сдерживает Можно сказать так Конечно удерживает В этом плане Он удерживает Смотри Как поднимает Мощь страны А эти Враги-то Попятились назад Да за этот Крым бы там Порошенко Сколько раз говорил Пойду войною Ну куда он пойдет Войною Там трахнут Бабахнут И ничего не будет Так что в данном случае Это Путин Патриот настоящий За него надо Как вот Мы все время О нем молимся И днем и ночью Мы о всех молимся Вот мне Рассказали Я ближе познакомился С Аманом Тулеевым Я включил к себе Список в молитвы Он тайный христианин Он о Христе Какие речи говорит Это вообще То есть это же очевидно Да вот Посмотрите Допустим Возьмем Примеры Всех оранжевых Революций Вот Ну как быстро Выводили Президентов В тех стран Да И убивали Просто их Посмотрите Это с Путиным Допустим Они не могут До сих пор Произвести Ничего такого Вот И как бы Нам нужно молиться За то Чтобы Путин Как можно дольше Оставался на своем посту Да Пока будет Путин У власти Он будет являться Таким вот Удерживающим То есть когда не будет Путина Придет Власть Антихриста Знаем это Я так не могу сказать Я молюсь Господи Да не будет на него покушения А сколько ему быть Что будет Бог его знает Я не знаю Я Бога условия не ставлю Только одно Господи Да воля Твоя исполнится Воля Божия Но по смыслу Получается так Сейчас Сейчас бы они Ринулись И Турция пошла бы Там Азербайджан рядом Но они понимают Его позиция очень Положительная Твердая Он на рубеже Родины Смотри какую воздвиг Технику И с Китаем Хорошее отношение пока Мы ездили на Дальний Восток И там дорога Которая сделана Она такая еще Волнами Но среди тайги Ее не было Там совсем дороги Называют путинская А народу то нет Для чего Для заселения тех мест Так там так бунтует А я считаю это правильно Ее все равно землю заберут Так мирно Это можно же сделать Особой как Бурятская республика Тувинская республика Карелло-Финская С Российской Федерацией Законами Вот об этом Жириновский говорил Ну дайте Японию место Они разработают А то оставят Как резервацию Люди чтобы могли приехать Их смывает там Вот сейчас Армения Выступает армянин И говорит У нас в стране Сейчас не больше Трех миллионов людей Это город Новосибирск Всего Лишь в Санкт-Петербурге А молодежь вся разъезжается Никого нету Работы то никакой нет Вот если судить Как вот Владимир Вольфович говорил Да у нас столько земли Только на Алтае Миллион сто тысяч Его пустовало Гектар В одном крае А это работяги Ну почему им не дать Ну пусть они живут Так эти законопослушные Граждане Ну а те уже так хотят Ну пусть они этот горный карабах И берут да и живут Я просто Я не политик Просто Ну жалко людей то Ну ведь можно было Как то договориться то И вот Путина за это ругают Что там от китайцев Другой Где они отравляют землю Это неправильно Ну ведь они трудяги Сегодня как раз Вот это политическое Оно соприкасается С Божиим Вплотную Вот есть Ну в Библии есть О переселении народов Да Вот как раз Что мы сегодня видим Переселение народов Мы должны отдавать мир На эти земли Почему Во-первых мы Не имеем права Потому что земля Божия Вот смотрим На сегодня Африку возьмем Биллиард населения В Африке всего не осталось Пресной воды Абсолютно нет пресной воды В Африке Христиан гораздо больше Чем в России Мы не имеем права Удерживать границы Если эти народы Этот миллиард пойдет То мы с миром Должны отдать земли С водой Чтобы эти люди Могли пить спокойно Потом берем Китай Да Более двух миллиардов населения Те же Та же у них Ну с водой С пресной Недостатки воды Буквально вот С года на год А просто людям Пить нечего будет Посмотрите В мире идет кризис Воды питьевой Людям нету пить Нету воды Неужели вот мы Если мы имеем Такие огромные запасы Неужели мы имеем право Эту воду Не давать людям Тут уже деваться некуда Мы должны пускать Эти народы сюда Потому что земля Господу принадлежит Вот рассуждения Такие непатриотично Ну все равно Отнимут На один квадратный километр Сколько жителей Они говорят 380 А в России Сколько 7 Ну что спрашивают Да почему у вас У вас кто-то есть За кого есть Нету Разрешили аборты Еще раз говорю За 20 лет перестройки Официально только известно 120 миллионов абортов 120 миллионов граждан Сейчас было бы Молодежи Это сколько было А у нас одно старье Ну что спрашивают Они могли запретить Ну запретить то можно было Во времена разные запрещали Сталин запрещал после войны Аборты Самое настоящее убийство Ну вот и теперь рассуждаю Людей то нету А с этими людьми Можно договориться Ну почему этот Татарстан то не восстает против то Ну почему Дагестан то Весь не понимается Ну там какие там смытьяны то есть А остальные то Ну мирные люди Возьми вот Камшедалы, Якуты там У них своя Вот у нас на Алтай Тут отдельная республика Горный Алтай А они шорцы Правильно то их Национальность Ну ведь никто не восстает же Они работают сами по себе Автономно Ну везде государственный закон Российской Федерации Но там в своей частности Есть свой национальный язык Свои там Традиции Свои праздники Ну вот я был в Туве Вот как будто другое государство И никто их трогает А Тувинцев то смотри Министр Внутренних дел Шойгу Сергей Вот и гляди Да В мире все настолько резко меняется И с каждым годом Все это кардинальнее И кардинальнее Смотрите Вот только я разговаривал С братом там По поводу Этого самого Циклона Как он называется Этот Ну Теплое холодное течение Гальфстрим Гальфстрим то вот Ну не публикует широко Гальфстрим то стал Стал это о чем Говорит О том что Вот эти все европейские страны Ну просто Катастрофически Идет похолодание На Вот это Все В мире В мире Посмотрите какие Ну вот землетрясения Да были Ну всегда они происходили Землетрясения Но это происходит Настолько Глобально Сейчас Вот я сегодня Только говорил О пятом ангеле Да Который его струбил Как раз этот ангел Был Обещателем Вот этого я думаю Землетрясения Которое Ну намечается Вот все Как его называют Вулкан-то этот В Америке Я думаю Вот я сегодня разговаривал Только Я думаю И войны-то Ядерной не будет Тут достаточно Одного вулкана будет Будет А ядер Обязательно Потому что Сожгут тело блудницы Накопленное Должно Быть израсходовано Почему написано Зеленая трава Одна треть сгорит Сгорит Для Америки Вулкан там Думают ударить По жерлу Одну-две атомные бомбы И он взорвется Но это предположение Там заложено Под берег У нее там Сколько Девяносто атомных бомб И можно накрыть Волной ее Это разговор пока Будет так как Бог назначил А как Не знаю как Но я и лезу туда Как ему надо Так сделает Мы просим Продвить мир Господи Чтобы новые люди Покаялись Познали тебя Господа Бога И Спасителя Иисуса Христа Я ничего не толкую Пятый Пятый или десятый ангел Мне не дано знать Но вот у нас Трехтомник вышел Там прямо показано Что понимал Андрей Кесарик Ападокийский Ефрем Сирин И Полит римский Вот так Так понимаю Но оно все такое Ни годы там не указано Ничего Да и зачем мне Даже толковать не надо Тут настолько все сбывается Вот опять же По поводу этого Гольфстрима Да Вот Господь поставил Четырех ангелов Чтобы не дул ветер Ни с одной стороны земли Да Это вот о чем Ну я как допустим Вижу Гольфстрим Ну течение образуется С помощью ветров То есть это Образование ветров От этого идут Вот Течения вод По земле Посмотрите Гольфстрим остановился Это что значит Что Что-то удерживает его Что-то в эту воду Удерживает Гольфстрим Это вообще тайна Ну вот тайна Что это за жила Тайна Зачем она И он обогревает континенты И идет вокруг Холодная вода Тут не ветрь Никаких ветров нет А он идет И идет Столетиями По одному месту От него все распространяется Что это Я каждый раз думал Это нельзя никак объяснить Вот когда Исаак Ньютону Один написал Ну его там Венгерский ученый Текеле Я не знаю как правильно И он говорит Ну вот закон открыт И в тяготении Там второй Третий закон Динамики Ну а вот Все равно же Какое-то торможение То есть Он говорит Конечно есть Ну а как же Получается постоянно Он говорит Время от времени Великий Часовщик С большой буквы Подводит часы Подкручивает Бог Я думаю Время от времени Примус там разводит Нагревает этот Гольфстрим Он должен остыть И все кончилось Ничего подобного Вот действительно С Гольфстримом Это одна из самых Больших тайн И перемена климата И вот это вот Везде начинает смута Внезапно Армения Там Поднимается там Сирия Вмешалась Россия Вдали от своих Родных берегов Впервые так далеко Настоящая война Пошла Это надо Все принять Как данность Мне он пишет Да Путин Там Да это демон В человеческом образе Да это Я ничего не могу сказать Кроме того Сохрани его Господи От покушения на него Дай ему истинный Страх твой Чтобы Он По воле твоей Чтобы он Разбирался в этом деле Не понимают Что говорят Даже не ведают Я вообще Я про себя скажу Я не понимаю Роль его Какая Но я вижу Что то что он делает Это сдерживает То что сегодня Повело бы на разрушение Государства Это Катастрофа Все Ты там оттуда В один день Будешь выселен Воронеж Там это Ставрополь Это первое Погорит До нас еще В середине живем Дойдет не дойдет А тут уже понятно А он смотри Как там Все это Забота о будущем И как он Говорит И который нападает И внезапно Вывел Он говорит Утер нос Всем американцам Никто не ожидал Что Керри Только сказал Он увяз Теперь там Как мы Во Вьетнаме Это он На следующий день Вывел Они так и сели Я с первого дня Говорил А наши еще не понимают Что я говорю Я говорю У Путина Владимира Владимировича Очень хорошие советники Я даже не про него Это говорил А про советников Он 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 Принимает решение С советом Иначе бы Расстроилось все у него Да с советом Ну я не знаю Насколько Совет Ну хороший Да у него Вот этот вот советник Я не забываю все время Фамилию его Все таки Основной советник Его Господь Кто ж как не Господь Его будет направлять За него многие молятся Молятся Мы молимся Не просто Ну там Войнство его Мы молимся От души Вот такая молитва До Бога Обязательно доходит Мы прямо Сопереживаем Вот где он Поедет за границу Где мы так усиливаем Молитву Наша община Это молитвенница С Богом С Богом Благодарю что вышел Я встречу этой Спасибо Христос Спасибо